Есть риски невысокой вероятности и невысокого влияния. То есть влияние какое? Влияние на возможность достичь целей проекта, которые могут там выражены быть, создать, поставляемый результат согласно тех требований, которые заявлены. Есть желтая категория, там где либо влияние выше среднего, либо вероятность выше среднего и влияние ниже среднего. Ну, конечно, есть красная зона, у которой выше среднего вероятность, выше среднего влияния. Это риски, которые требуют очень быстрого реагирования. В организации может быть вот так поделено. И вот эта зеленая зона, это желтая зона, а это красная зона. Вот чем отличается организация вот такая от организации, в которой все поровну? То есть есть компания, в которой риски критичные вот так, риски зеленые вот так. А есть компании, у которых вот так вот это выглядит. То есть у них рисков некритичных намного больше, а рисков критичных намного меньше. То есть чтобы риск был квалифицирован как критичный, надо быть вот такими параметрами здесь на шкале обладать. Вы отправляетесь в горы. Человек, который альпинизмом занимается, да, горы любит, для него вот это синенькое. А человек, который никогда в жизни не ходил, для него будет вот так. Есть понятие риск аппетита. Помните, да, этот старый фильм, может быть, из вас даже не все его смотрели с легким паром? Что авантюризма вас не хватает. Не лезете вы в окна к любимым женщинам. Из компаний очень агрессивные на рынке, которые готовы даже при сумасшедших рисках получится, не получится идти и пробовать, и даже под риском потерять деньги. Именно так инновации и создаются. Это риск всегда предпринимателя будет. А есть организации очень консервативные. У них красненьким будет. Мы вот только проекты в этой зоне будем делать. Ну, максимум вот этой. А вот эти риски-то, а вы что, нет. То же самое и у людей есть очень осторожные, для которых там все должно быть четко и конкретно. Есть люди, которые с равной определенностью работают хорошо. Вот это называется риск аппетита. Я к чему вас веду? Риск менеджмент и отношение к рискам в каждой компании разное. Узнайте в своих стейк-колдерах. Пойдите у них и спросите, насколько они готовы к женщинам в окна лезть. Любимую, по-моему.